Сегодня в шоу Жанна, Магиня, астролог, нумеролог, таролог Татьяна Батаева. Зрители нашего канала уже знают Татьяну по ее замечательным заступлениям. Да, и ну что, многие говорят, ну что вы там, такой серьезный видеоканал, у вас там философы, психотерапевты с мировым именем, такие глубокие люди, востоковеды, ученые и так далее. Зачем вы тут астрологией занялись, роняете престиж своего канала? Что бы мы на это ответили, а? Мы наоборот, по-моему, всем привет, повышаем престиж, потому что астрология, это настолько интересная, это такая древняя, и еще все, ну не знаю, большие руководители, там, руководцы, они всегда, по-моему, пользовались услугами, и это из древних, поэтому Танечка. Да, потому что у нас у них президентов, и у многих, как бы, людей, которые ведут компании сильные, у них есть как раз и нумеровые, и астрологи, да, люди, которые, ребят, очень хорошо понимают и разбираются. И астрология сейчас уже призвана наукой, то есть официально уже призвана. Так же, как и теология. Признать можно все, что угодно, конечно, и, но самое главное, то, что у нас всегда в шоу личности, всегда люди творческие, люди, которые... Разных профессий, разных вообще вот этих стилей своих, чем занимаются, разных... Даже это не профессия, наверное, это призвание. Призвание. Это призвание, правда? А как давно оно было? Интересно сразу, с детства, как... Да, у меня, наверное, с самого детства идёт, потому что я вот помню даже, как стояла в маленькой кроватке, то есть вот видела, вот как поведение от мамы и папы, то есть вот оценим, то есть вот когда-то вот такие группы... Ну, это сейчас такие вот на сайте приходят, конечно. А так вот помню тоже, когда на даче вот мы строили дом, и мне так вот я стояла, смотрю, дождь идёт как раз здесь. Я стою, смотрю, как я хочу построить дом, чтобы вот как раз вот было, что там удобно всей моей семье, там ещё что-то вот так вот. То есть уже были вот задатки вот этого дизайнера и направления, что как-то вот это единение вот того, канала, вот это всё. А сейчас, когда вот считаешь и по астрологии, и по ниверологии, считаешь, что вот это чётко вот всё про меня. И очень много, когда вот я уже говорила, что у нас есть магия мысли, то есть, ну, сила мысли, да, что когда ты что-то чётко хочешь, и вот я в прошлый раз сказала, что главное не впускать вот этих эмоций, всё, то есть чётко, понятно и понятно, как я вот говорю. И то есть на этот запрос потом ты получаешь это обязательно. И реализацию желания. Это всё есть. У меня, я уже заметила, очень часто бывает такое, что вот я что-то вот намечу, я хочу вот это, тогда это, да. Вот я чётко получаю или тогда, когда нет. Чёткость во всём срабатывает, чёткая постановка целей, чёткая постановка вот своих, даже какой-то заветной мечты, не радужные какие-то розовые, там, облака и замки непонятно где конкретно, трёхэтажный, там, белый дом, если машина, бентли, такого дохода. Главное, чтобы не мат, трёхэтажный. И обратите внимание, опять же, вот на то, как и во что одета Татьяна, да, вот эти камни. Татьяна дизайнер, она изготавливает самостоятельно вот эту замечательную оригинальную бижутерию из полудрагоценных камней. И вообще из камней. Это гематит. Вот. Что мы сейчас гематит и настроим? И вот именно, что творчество, да, и позитивный настрой – это самое главное. И мы стараемся это как раз нести людям. Конечно. Позитивный настрой, положительные эмоции, установки даём на активную жизненную позицию, на созидание, а не на разрушение, да, на выравнивание эмоционального фона своего, настроения и так далее. Вот что нам, что самое главное для нас в нумерологии, в астрологии, в тарологии и так далее. Вот в этих всех. А что людей интересует вот больше всего? С чем к тебе приходят? Потому что ты же делаешь расклад и астрологический, да, и нумерологический, и тарологический. Что больше люди понимают? Что больше они, ну, что больше востребовано? И как вот между этими астрология, нумерология, астрология? Интересно просто такую статистику. В основном людям, конечно, интересно узнать свое будущее. То есть многие приходят, ну, расскажи про меня. Вот, то есть когда я характеристику рассказываю, то есть там еще немножко какие-то вот вехи из жизни, что могло быть так, могло быть так. То есть когда человек получает подтверждение, что да, в его жизни это было, он тогда как бы уже, ну, факт доверия идет. И в основном, да, хотят узнать, как будет в семейных отношениях, как будет с бизнесом, сколько человек проживет. То есть кто-то хочет узнать про детей, в каком направлении лучше отправить. То есть физика, математика, то есть когда вот уже 16 лет, то есть вот такое вот время. То есть определить уже будущее, это все можно, да? Это все реально все можно. И сегодня мы определим будущее Жанны. Вот она. Я сейчас узнаю то, что и вы вместе со мной. Ну, так сильно может быть не будет, конечно, будущее есть. То, что я как бы пока эффект подсказания не делаю. Хотя бывает такое, что вот смотришь на человека и как бы знаешь, что у него дальше в жизни не будет. Или вот ситуация когда случается, а я уже знаю, чем он закончится. Ну, это лучше положительно. Слышали? Прощайтесь. По любым ситуациям. Но пока у тебя, Жанна, есть такая возможность узнать о себе, да? И Жанна, как человек, который думает о других, вот все время как бы адресует к другим. Но пора подумать о себе тоже. Вот для тебя возможность как раз. Подумай о себе. Ну, я такой небольшой как бы сделала расчет. Сегодня я не захотела уже повторяться. Во-первых, у Жанны тот же кот Матрицы, что ее Максима, 18-й. Ах, вот! То, что я говорю. Да-да-да, поэтому вы понимаете друг друга четко, что когда вот эти Матричные близнецы, как они считаются, да? Я чувствую брать. Да, люди вот смотрят на человека первые пять, но такое ощущение, что я узнаю всю жизнь. То есть понимаешь четко, как бы, что он скажет, что он сделает. Человек что только думает, а ты читаешь уже его мысли. И как будто так. Но бывает такое, что... Старший брат, я бы сказал. Но бывает, что человек вот вроде твоей Матрицы, но тебя в нем что-то жутко раздражает. То есть это значит, что те качества, которые тебе вот не нравятся в нем, в тебе они тоже есть. Но ты их либо не признаешь, либо не замечаешь. И когда вот лишь такого человека, очень хорошо бы, конечно, разобраться бы, почему вот это не нравится. Там еще как-то... То есть когда... Себе пока нет. Да. Когда мы находим вот порядок в себе, находим, да? И нам сразу и мир становится понятнее намного. И радость. Да, да, да. Вот. Поэтому то, что я вот тогда Максиму говорила, как раз и кармические плохие дни, то есть это могут быть, когда люди рождены, то есть с которыми ты сможешь ничего сказать, ну, как бы, ну, не мой человек. То есть это как раз либо люди в это время родились, либо в этот день души не назначать вот какие-то события, такие, да, у нас встречи, решения, да? Не мой, а с рукой и глухой. Потому что они могут быть и будут в ваших, вернее, случится так, как бы вы хотели, но вам надо дико много усилий приложить к этому, и все равно где-то какая-то заговорка будет, чтобы не получить то, что вы хотите. Есть такое, бывают такие, да? Ага, так я вот составила карту души, вот, и она тоже, она не традиционно составляется, как вот по дате рождения, а тут свои фоксы есть. И карта души, она показывает духовные ценности, которые именно заложены в человеке. То есть это как человек, ну, как с паспортом, вот он пришел сюда. Я хотела еще, конечно, рассчитать карту инклюзии, это вообще здорово, как бы, да? Но для этого мне нужно четкое имя и фамилия. Так как я имя знаю, фамилию не знаю, в следующий раз представим, использую. Потому что там как раз вот именно более вовнутрь человека залезаешь. Да, это единственный человек в Таллине, который не знает фамилии Жанна. Ну, я, конечно, могу по Фейсбуку везде походить, да? Но там очень часто у нас бывает народ или сокращенной фамилии просто, или псевдоним. И я решила, чтобы как бы не ошибиться, поэтому я лучше. Жанна, а у тебя сокращенная фамилия, да? Нет, это... СО. Я не помню, что СО, но я на всякий случай решила... Нет, это три буквы хорошие, эстонская фамилия хорошая. Нет, я потому и думаю, лучше я перестрахуюсь, я лучше посолитую. Кстати, в честь Жанны ведь улица названа в Пахетаре. СОООН. СОООН. Да, это... Я и пошел. Ну вот здесь идет цифра, которая управляет душой, характеризует самой ценности. Это двойка. И она отвечает за семейные ценности и пользу миру. И вот как раз представителем этого является патриарх Кирилл. Кстати, друзья, вот если нас смотрят школьники и их родители, то знайте, что двойка, когда вы получаете в школе, олицетворяет семейные ценности. И что еще? Ну да, там есть картина, опять двойка. Опять двойка. Опять, типа, семья, да? Или новая семья. Опять снова жениться или замуж выходить. А то сразу встречают. Да. Человечка на весь мир знаменитый. Ну а здесь я вот представлюсь, вот так вот она выглядит. Карта. И здесь как раз идет базис родовых ценностей и базис личных интересов. Человек-находчик и предприимчик. Такой человек чаще всего рисует положительный образ своего окружения. Он во всем старается быть полезным. Хорошо, если он будет соответствовать той высокой оценке. То есть человек ставит завышенные требования себе и миру. И хорошо, когда вот человек, то есть не только на мир смотрит, что вы должны быть все хорошие, но он сам отвечает к этим. Конечно, у нас же многие как раз не отвечают. Типа, мне это нужно. И главное будет не отвечать. Вот поэтому, да. И есть стержень игрока. Это люди планируют все наперед, придерживаются собственной стратегии и играют роль в обществе. То есть главным ведущим. Предприимчивы и способны многого добиться. Смело идут навстречу своим целям. И у них много идей и готовы рисковать. Ну, здесь как бы хорошо то, что... То, что слепой игрок, который просто рискует, он продумает. То есть об этом как раз говорит стержень стратега. И опережает свое окружение по интеллектуальному развитию. Не оглядывается назад. Им четко известно, куда идти. И эти люди очень часто подают руку помощи там, кому это реально нужно. То есть без вот этих угрызений, как бы, да, что... А что ты мне потом дашь? Да, вот. Мыслят стратегически. И их всегда замечают. То есть в школе и вот на работе. То есть это конкретный лидер. Человек выстраивает доверительные отношения и играет роль друга. Создает ощущение, что это настоящий семьянин. То есть человеку очень ценны вот эти ценности семьянин. Такие люди мастера приятных слов. Умеют выражать свои чувства именно в том контексте, в котором они рождаются в сердце. То есть вот не то, что как вот... Да, да. То есть вот что думает, то и говорю, но сюда позитивно. Стрела мыслителя. Такие люди не просто творческие, а способные к гениальности. Как, например, физик Стивен Хокинг. Хокинг. Они готовы пройти против классических устоек и сделать вызов миру. Но опять же это все в позитивном контексте. Кстати, Жанна ведь тоже физик. Поразительно просто, поразительно. Все в точку, да? Ну и буквально чуть-чуть как бы по астрологии я тоже хотела сказать, что Жанна родилась в первые декады Раха. И важные годы для тебя. Двадцать пять, пятьдесят и семьдесят пять. Ну это же половина. Двадцать пять. Двадцать пять. Двадцать пять. И семьдесят пять. Символ Тюльпана. И до ста двадцати. Да, мне так интересно. С детства любила самую любимую Тюльпану. Просто вот. Если привезли там. Ну розы, да, красивые. Но Тюльпанщики это же. Да. Вот. И покровительница первой декады Раха это Венера. Она щедро одаривает особую магнетизмом, красотой, покладистым характером и привлекательностью. Обычно из таких людей получаются отличные семьянины, так как они очень привязаны к близким людям и святы ценят семейные ценности и традиции. Вот. Это в двух словах. Ну это, кстати, все так четко, коротко, короткий классический истинный мой портрет. Ну я так бы хотела, чтобы вы с вами без всего, чтобы вот так вот как бы сжатая. Если говорю, то только от души. И никогда не буду стить, лебезить. Я буду тогда просто молчать. И ничего не поверить. Да. То есть никогда не могу просто говорить спасибо. Ну это и правда. Так вот. Вот интересно. Абсолютно не зная. Мы даже в принципе не общались. Ну видели только друг друга, да? Несколько раз там еще было. А если раз видели? У Аники там было на такие. Ну это не важно уже. Но вы действительно не зная друг друга. Да. Вот так вот. Четко портрет можно составить по дате рождения, по всем этим показателям. Потому что в принципе есть еще трологический портрет. Тоже очень интересный. То есть там буквально по дате можно как бы уже сразу сказать, какой человек, то есть дата, месяц, год и пошли там другие вот эти как бы цитерки такие. Настолько здорово, настолько интересно. И четко видишь, что там есть такая определенная позиция, когда точка воздействия на человека. То есть если ты знаешь эту дату рождения, ты ее высчитываешь. И если ты хочешь, чтобы он был всегда с тобой рядом, был как друг, к тебе прислушался, то есть ты показываешь только ему плюсовые качества этого аркада. Вот. Тоже по-терологическому. А если ты хочешь, чтобы он исчезл из твоей жизни раз навсегда, ты просто на минус ему давишь, и он исчезает. Как интересно. Скажите, да. Своим окружением. Да, и с окружением. И в принципе по такой ситуации можно же не только людей рассчитывать. Это можно рассчитывать, когда открылся бизнес. Что у него там дальше будет. Как его поддерживать. Вообще, даже вот какой день вот случается, вы же тоже можно так рассчитать. Запросто. Поэтому. Когда открывается. Да. Чтобы было успешно, да? Даже большую какую-нибудь сеть магазинов. Правильно. Начальный такой краеугольный камень заложить в нужное время, в нужном месте, в нужными людьми. Мы сейчас рассчитаем это сеть магазинов сибирского здоровья. Все. Да. А можно гадать по кофейной гуще? Например. Можно. И по кофейной гуще гадать. И по чайным пакетикам. Можно. Главное знать. Да, пакетик. И да, в какую сторону полетел. Потому что в принципе это тоже направление, кстати, шутки с шутками. Да, север, юг, постолька, запад. Это же тоже. Они относятся к определенным стихиям. То есть вот вода, воздух. То есть вот это все. А это тоже определенная магия. Очень здорово. Это как раз. Все магия. Так что не выбрасывайте в пакетики. Все магия. А по кофейной гуще как гадают? Ну вот там надо вот, чтобы кофе был настоящий. Как, да, вот, его выпиваешь и смотришь по тому, как вот на стакане вот эти, ну, рисунок какой будет там. То есть вот так вот. Переворачиваешь? Да, там своя специфика, что переворачиваешь, он какое-то время встает. А ты тоже этим занимаешься? Ну, как-то вот. Кофейная гуще как-то вот меня вот пока вот спокойненько. У меня вот другая магия. Большой печаль. А так, да, магию я обожаю здесь. Ну и получается. Магия. Ну, давайте тогда про магию. Что такое магия? Как, как, что с ее помощью можно добиться? Чего? Чтобы люди поняли, что в принципе это бояться не нужно, а нужно сна. Бояться не нужно, потому что магия, она в принципе считается, вот тебе говорят, черной, белой. Магия бесцветная. Она такова, она серая. То есть она, ну, сильная, сильная, да. И зависимость от того, какой человек, как ее используют. То есть если ты идешь со злым умством, она будет черная. А если ты идешь с добром, то она будет белая. Вот. У меня девиз такой, что вот общение с магией. Главное не навредить. Да. Потому что не зря говорят, все, что ты сделаешь, все не вернется. И там, дай богу, в десятикратном, а то есть в стократном, в тысячном варианте. Вот. Поэтому всегда надо думать, что ты делаешь, что ты говоришь. То есть да, как раз. И магия слова, и магия мысли. Магия действия, это вообще сразу материальное дело. В принципе, каждый человек каждый день занимается магией. Если кого-то очень сильно хочет, кому-то послать какой-то посыл такой негативный, да, вот прямо обидеть и мысленно-немысленно, или слова, это уже магия. Да? Правильно? Да. Я бы хотел сказать, что каждый человек обращен сразу против человека самого. Потому что вот этот негатив, который человек себе культирует, он направлен прежде всего на разрушение самого человека. Наоборот, позитивно. А позитив, наоборот. Тысячекратно возвращается, и ты потом просто будешь купаться в этом. Вот мы сегодня общались с нашей Гульфиёй, поразительно позитивный человек. Восточный человек, восточный, 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 восточный. Вот такой вот поразительный человек просто. А вот интересно, у тебя какие-то восточные формы, у меня вообще, как я смеюсь, у меня полный интернационал по крови, вот, там всяких-всяких, а вот, наверное, все-таки больше во мне виду бурятское начало. Ооо, это наша компания, бурятская, у Янома. Китайцы шли с корабля, и они меня увидели, а чуть начало так они накрашены, глаза как бы не такие не рисуют. И они меня так на свою заговорили. Я думаю, извините, я не... Никого. Никого. А там, в принципе, да, у нас же та же человек мама является, потому что мы готовим пищу, мы там что-то говорим, что-то делаем. Это все магия. Потому что, как говорят, пищу нам готовят всегда с позитивом, да, потому что все наши мысли, они все туда уходят. И если вот, даже вот как мы разговариваем, да, сейчас стоит у нас вот стакан с корнями. У нас остывает, кстати. Очень страшно. А жидкость, она тоже, она же информацию впитывает очень быстро. И вот мы говорим позитивно, то есть когда мы его выпьем, да, то, соответственно, у нас настроение еще улучшится. А если бы мы сейчас сидели ругались, то все в таком духе. Конечно. И вот это все впитывается, и потом ты его впиваешь, и впиваешь кофе. Ну, почему это плохо? Подождите, мы только ночью еще поругаемся. Мы позитивные. Вот как, например, эта вода, уже везде же она стоит. А, так ты заряжаешь чашку кофе, да? Конечно, только магически, только позитивно. Вы так заряжаете, а потом как энергетик, да, будет? Конечно. Есть же тоже такое вот, что можно, воду как бы, ну, как заряжаешь, то есть ты пишешь бумажку, допустим, ну, что это мое лекарство, от невзгод, от там плохого настроения, все такое. И на ночь ставишь на эту бумажку, то есть вот буквами наверх, на стакан, стаканом ее ставишь. Да, с водой. И он стоит ночь, он заряжается. Утром ты берешь и смысленно, что это мое лекарство, чтобы убрать на везение, ты это выпиваешь. Работает здорово. Народ так и худеет, и все, что хочется. Стакан воды, техника, стакан воды работает. Да, 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 да. Она как бы древняя, многие ее знают, то есть в принципе, да, а так вот воду можно и заряжать, то есть вот ты наговорил на воду, нашептал то, что ты хочешь, ну, лучше позитив, конечно, да, вот, и выпиваешь, и на самом деле ты лучше себя чувствуешь и все остальное. Да, это хорошо. Даже есть такое, если солнце еще прямо так представляешь, можно наговорить и представить, как это солнечная энергия, прямо лучики, и все, оно начинает еще больше зарядить. Точно знаю, делаю иногда, ну, не каждый день, надо каждый день делать. Вот это самое настоящее, самовнушение, самогипноз, и практикуйте. Это изодневная бытовая магия. Да. Магия в быту. То, чем занимается Татьяна, это и есть психология, только вот такая нетрадиционная, да, нестандартная. А вот астрология, насколько, ну, вот ты будешь магией, да, вот как бы тебя привлекает, или точно? Мне нравится, вообще, мне не нравится, что ты занимался чем-то одним. Ну, у тебя периодически, да, тоже раз. Мне нравится, да, мне нравятся и румы, и астрология, и карты Таро, и нумерология, и вот я уже как говорила, это, валяология, и ритмология, то есть они все разные. Вот сейчас даже все не вспомнишь, как это, вот, но вот когда ты занимаешься, и ты уже какую-то тему начинаешь вот прорабатывать, искать, то есть ты можешь взять отсюда, 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 и приходит новое решение какое-то. То есть человек обращается, а ты уже смотришь, как лучше ему помочь не только это, а такую, делаешь синтез, да? Да. Давайте про валяологию немножко поговорим, потому что, когда я учился, у нас был предмет валяология, и он означал совсем другое. вот это как бы наука о здоровом образе жизни, да? А в изводе Татьяны в валяологии это что? Ну, в валяологии это наука об энергии, вот, и там как раз вот чисто вот энергетически можно подправить или ситуацию, или вот я ребенка тоже так лечила. То есть вот у меня старший сын вот просто хлоп и заболел конкретно за два дня, я его вытащила с этого состояния. То есть ты как бы входишь в человека и видишь все вот его как-то вот эти лярвы, все вот эти вот сущности как и убираешь. И он говорит, реально за два дня он вышел из состояния, у него была температура слабых. Вот, то есть так вот. Без лекарств? Без лекарств. Хорошо. Ну а можно поподробнее тогда? Это очень интересно, потому что мы так можем, просто научившись этому, да, обходиться без аптек. Можно, можно, но это… Это должна быть все-таки сильная и определенные знания, это да, это не кажется. Любая мать сильная, когда речь о ребенке, ух. Это не с бухты-барахты, а этому тоже обучалась два года, как бы вот можно было бы дальше учиться, но уже дальше я пошла сама учиться. Потому что я уехала одна, раньше жила, вот, а там я этим и занималась, а потом уехала сюда, и мне любовь Алексеевна тогда сказала, что ну вдаль не найдешь группу. Я говорю, я не буду даже искать, почему, потому что вы уже как семья, вы уже все родные. А в чужую семью я не хочу ходить. И я ушла вот на самостоятельное вот это вот дело, как бы. А еще говорят, что в Нарве делать нечего, да, работы нет, пожалуйста, Натьяна. Нет, в Нарве знаете, да, потому что занятия, потому что там много тоже направлений всяких таких эзотерических и все, но это в Нарве, это везде. Вот у нас же многие люди, они чем-то обладают, но вот так как никогда этому не учился, не задумывался даже, что ты там что-то можешь. А так если вот как вот астрологию, ну хотя теперь в школе уже начинают преподавать. Ну в принципе дело хорошее, потому что… Да, раньше была астрономия, а теперь будет астрология. Да. Более жизненно важно, необходимо. Ну их надо параллельно. Очень много давать. Потому что много же таких моментов астрологии и понятий, которые человеку помогают и вот понять себя, как двигаться, что делать, что нет, что получится, что не получится, да. И вот есть такие понятия, мы уже даже до программы говорили, как дата рождения, просто вот свой знак зодиака и асцендент. Вот это такое интересное, я очень давно с этим столкнулась. Извините, пожалуйста, я перебью просто вот про школу. Прежде чем мы к теме перейдем, что в школах ведь можно и шаманизм преподавать, потому что там куча старых ведьм, работающих. И сейчас очень молодая в школе, молодые учителя, прекрасные, креативные, поэтому люди в возрасте, они, в общем-то, нормальные, очень много их, они передают свои знания, и поэтому будем им благодарны. Тоже, о чем ты говоришь, это твой сарказм здесь не умеет. Ну, я немножечко соли добавил, перчика в наш разговор. Ну, так вот, о асценденте, насколько это влияет, и что это такое, ну, чтобы люди понимали, что не только знак зодиака на вас очень сильно влияет, да, на вашу судьбу, а именно асцендент. Ну, когда, знаешь, просто дату рождения человека, можно, конечно, построить ему гороскоп, но там будут видно, где планеты в каких-то знаках и все остальное, но не будет домов. Вот. А каждый дом отвечает за свою, на свою тему какую-то, да, вот там здоровье, бизнес, вообще, что человек из себя представляет по характеру, партнерство и все остальное. Вот. Можно, конечно, сделать равнодобную систему тогда, есть по 30 градусов, но она не отвечает четко вот за человека. Вот. А когда знаешь время рождения и место рождения, то тогда устраивается четко все, и вот эти дома, и вот это асценденты каждого дома. И, конечно, вот первый дом, он самый важный, потому что вот Жанна, человек, который родился в знаке рак, вот, а она как раз вот такая вот, людей любит, не обидит. Раке нет. Да. То есть вот она думает, что говорит, то есть вот вот эта душевность включается. А асцендент стоит во льве. А лев отвечает как раз вот за творчество, за вот вот эту идейность, за горячесть, вот это все такое. Вот. И это все видно, потому что, да, вот человек вот заметный. Вот мы его на нумерологию посчитали, да, то что лидер четкий идет. Вот, пожалуйста. И здесь асцендент Варьберг тоже говорит о том, что вот передача есть лидер. Вот, когда я этого не знала, мне было непонятно. И когда это объяснили, ну, как бы, очень многие моменты объясняют, то есть не только знак, ну, как бы, полностью личность. Узлы это вот северный и южный узел тоже, они такие как подковка, перевернутая подковка, вот, они так раз показывают предназначение человека, что человек принес из прошлой жизни какие наработки, вот, что он уже умеет, какие знания у него есть. А северный узел, который тут как подковка такая, да, то он показывает как раз, чему пришел человек научиться. И тоже смотря, в каком он знаке, в каком он доме находится, с какими планетами аспекты ими. Это вообще очень здорово. И когда начинаешь смотреть, это затягивает, это можно не один час смотреть. А кроме маниологии что ты еще сказала? Вот еще какой-то? Ну, я сказала ритмологии. Это тоже лет 27 уже в России это учение. Это как раз учение о времени. Вот. Ну, я не буду вдаваться в подробности. Это тоже можно изучать годами. Вот. Но вообще тема очень интересная. Там тоже ритмомеры называются, они вот эти как практики, которые можно делать сработать. И мне очень нравится, там есть языки, на которых можно переизлучать. То есть там вот, допустим, какое-то, ну вот у меня какое-то желание есть, и чтобы вот оно реализовалось так, как вот я хочу, как я прошу, там каждая группа, она переизлучается. Там пять языков переизлучения. Вот. Интересно, конечно. То есть можно по-быстрому, по-долгому и тоже реально работает. Так что, друзья мои, кому скучно жить, то обращайтесь к Татьяне, потому что вам скучно не будет никогда. Значит, два года вы будете осваивать ритмологию. Это минимум. Это минимум. Потом два года ритмологию. Минимум тоже. Нет, нет, нет. Минимум можно долго-долго жить. Все время появляется что-то новое. Оно тебе дополняется. Конечно. Ну как вот эти вот даже астрологии, да, она когда появилась в древности. И вот сейчас приходят к нам новые, новые, новые веяния какие-то. То есть раньше каких-то знаний не было, сейчас появились. Причем вот Ирена в прошлый раз говорила, то есть люди, которые вообще с астрологией не связаны, математики, физики, вот они открывают законы. Потому что вот как-то вот приходят какие-то вот эти веяния, и вот интересно, конечно. Здорово. Потому что тоже вот я как-то, твой руны – это отдельное обучение. В валеологии мы сталкивались с руной. И то есть ироническая магия, и то есть все, что можно. Да-да-да, потому что тоже можно и на здоровье там, и на благополучие. Ну, мы можем сейчас что-нибудь вот для наших зрителей такое сделать на здоровье и благополучие. Вот с помощью рунической магии, да, внимание все. что сейчас, вот как зрителям надо подготовиться к этой части? А, я даже скажу, что можно создать… Приложить больное место к экрану? Ха-ха-ха-ха. Можно создать… Трехметровую банку. Маленький огурец. Да. А, трехметровую банку варенья поставьте, да? Для сладкой жизни. Да, для сладкой жизни. И плитку шоколада, чтобы все было в шоколаде. Ну, да, шоколад же вообще хорошее дело. Это можно и маски делать, и есть обертывание шоколада, да, но реально очень здорово. Какой же он у нас же будет. Так что шоколад можно в разных порядках. Любой шоколад или вот там, где какао побольше? Ну, конечно, лучше, который какао побольше, потому что черный шоколад считается самым лучшим, чем молочный. Белый-то вообще пустой, чисто детский. Чисто вкусненький такой. Ну, зато с орешками так здорово. Да. А я хотела показать Руну Феху, то есть вот как это напишется. Это вот так идет. И она вот отвечает как раз вот за материализацию, за реализацию желаний и все такое. И можно взять маленький кусочек вот картона и на нем написать лучше красной ручкой, ну, можно коричневым тоже, три буквы Феху. И когда вы пишете эту Феху, вы намерение сразу делаете, что вы хотите, допустим, или там получить какие-то блага и вот какие-то маленькие деньги там получите. Именно три. Да. Обязательно, чтобы они были три. Вот. И сутки вы носите с собой этот как мини-талисманчик. Лучше, конечно, чтобы он прикасался к коже. Вот. И, ну, периодически вспоминаете свое намерение. Вот. Тоже работает здорово. И потом его куда? Просто положите себе в кошелек или куда? Можно, да. Можно оставить. Умолок. Да. Это также вот как, вот, такой, раз в тему кошелька пошли. Вот. То есть, карты Таро, они же тоже, кажется, свое отвечают. Вот этот старший, который Аркада. Вот. То есть, и очень часто делают такие амулетики, что карту какую-то кладут в кошелек. Вот ее же можно маленькую сделать, чтобы никому не решала. И тоже вот носится с собой. И реально тоже работает. Да, да, да. Поэтому амулеты можно из чего угодно делать. Или камень. То есть, даже на камни взяли и написали вот руну. И носите с собой. И механизм такой, что вы постоянно напоминаете себе о своем желании. И помните об этом и к этому стремитесь. Не мысленно настраиваетесь, нет? Вы как раз и должны зарядить его энергией, когда вы это создаете, да. Вот. И отпускаете. То есть, фактически забываете. То есть, вселенная об этом помнит, и она когда нужна, она им помнит. А, вот. Еще лучше вы можете забыть, но вселенная не забудет. Не забудет. Главное его сделать четко и чтобы было понятно. А лучше делать, наверное, на растущей луне, да. Или полнолуния. Вот эти вот. Есть такая тоже магия планет, планетарная магия, да. Магия луны мне тоже очень нравится. Даже вот как бы камни можно одевать именно в тот день, когда вот предусмотрено по этой вот луне. А цвет одежды, то есть вот это все тоже, это тоже работает здорово, потому что он помогает, защищает, выполняет свои функции. Вот. А по луне тоже очень много, вот, бывают пустые дни лунные. Даже вот, да, вообще тебе еще не получится, как бы ты ни пытался. И вот Максиму я в прошлый раз как раз говорил, что нумерологически тоже нужно рассчитать, какой вот лично твой день и какой вот лунный день. И они когда накладываются, то есть даже если у тебя хороший, но лунный день плохой, победит луна. То есть она наложит, да, свой отпечаток и твой день станет или нейтральным, или тебе надо будет очень много прикладывать усилий, что у тебя хоть что-то получилось. Так, а в полнолуние еще люди в оборотни превращаются, да? Ну, можно придумать много чего, конечно. А очень много ритуалов как раз и на новолунии, и на полнолунии, там ритуалы и на приучение денег, и на полнежелания, и все остальное. То есть превращаетесь в миллионеров тогда лучше, да, чем в оборотни? Конечно. Давайте поговорим о магии камней. Вот, нельзя просто обойти эту тему стороной, потому что все взывает, все, все взывает и обращает внимание, вот, твое ожерелье, браслеты, кольца. Вот, расскажи нам, пожалуйста, про магию камней. Вот, сегодня ты с какими камнями? У тебя все черные камни, да, гематит почему-то. Свет, настроение, гематит. Гематит, да. Ну, честно скажу, он считается очень сильным, как бы, энергетически, да, и вот считается, что не все люди даже могут его носить. Ну, а так у нас сегодня разговор про магию, раз он энергетически сильный, вот мне захотелось именно сегодня его одеть. Чтобы такой сильный. Да, у меня очень часто бывает такое, что вот не то, что там вот даже вот пол на меня как-то это смотрит, надо сегодня этот камень. Вот, я начинала на кресле, да, я закончила сюда розовый парс хотела видеть. А потом, думаю, нет, хочу думать. Розовый, он как бы романтичный больше, а у нас такая, да? Правильно. Ну, смотря про что, договорит, наверное. Ну, да, если про магию любви, то, наверное, розовый парс, вот такой. Ой, мы поговорим про магию любви обязательно, да? Как очаровать мужчину, как соблазнять, да? Ты все это знаешь? Наверное, тоже, да? Ну, у нас у женщин много чего заложено уже как бы... От природы. Да? Оттуда. Да, но сколько при этом одиноких женщин, да? Женщин, которые не могут... Многие не верят в себя, вот как многие говорят, ой, когда ты... Самая главная магия, это когда ты веришь в себя. Ты уверен в себе. Ты несешь... Я смотрю, у тебя даже поползла немножко даже вот кофточка, как плечико стало оголяться. Магия работает. Магия работает сразу. Я ничего не хочу делать, Майя, я ничего не делаю. Уже... Уже тело готово выпрыгнуть из платья просто. Вот так вот, девочки. Так что, первое, что надо сделать, первый шаг, это надеть на себя розовый кварц, да? Если ты хочешь быть привлекательным. Нет, первое, что надо на себя одеть, это хорошее настроение. И там уже не важно, накрашивать, не накрашивать. И уверенность. Да, если ты внутри светишься, то уже народ и не посмотрит, во что ты оден, как ты выглядишь там, еще как-то что-то. Потому что у нас сейчас очень удобно, как я смеюсь, что мода, это печь, как я называю, да? Вот, что прически у нас, чем захматиннее, тем креативнее. Поэтому сейчас очень удобно в такое время. Конечно. В принципе, сила-то внутри нас. Да, да, да. И если внутри сила и обаяние, оно всегда будет. Вот изнутри человека, вот иногда смотришь, и реально человек светится изнутри. Минимум там косметик, все. А изнутри это идет. И вот с ним настолько приятно, что вот эта лучезарность идет оттуда. А бывает наоборот, ну супер гениально накрашенная. Просто вот стрелки там ровненькие все. Но не то. Да. В облике и что-то, потому что внутри нет этой какой-то силы. Души нет. Энергии любви. Да. Именно душа пустая, закрыта. Бывает же, люди наоборот очень скромные. Они просто закрылись. Может их кто-то сильно ранил. И они закрылись, и они как бы вот скукожились. И, наверное, что может помочь вот в этом магии какая-то? Какая магия человеку поможет вернуть эту любовь в свое сердце? Потому что очень магия. Конечно. Словесная магия. Да. Вот аффирмации. Вот это все. Да. Потому что там как раз и на привлечении любви есть. И на веру в себя. И на привлечении денег. И вообще есть аффирмации, которые для каждого знака зодиака. Своим. Вот. Ну да. Для асцендента или знака. Давайте спросим. Где можно носить? А, спасибо. Где можно носить камни? Где тебе хочется. Кроме, кроме за пазухой. Да. Вот камня за пазухой быть не должно. А в остальном везде. Везде. Но это же действительно надо иметь очень крепкие руки, да. И пальцы, чтобы вот не сломать их. Потому что я смотрю камни. Не сломать камни или не сломать палец. Палец, конечно. Такие увесистые. Ну, мне нравятся просто камни, честно, большие. Вот я вообще люблю большие украшения. Это же такое. Ну, не знаю. Да. Мне понравилось в таком тоже интересном области. Да. Ну, честно скажу. Слушай, они тяжелые. Мне нравится вот их массу чувствовать. Потому что некоторые любят как раз маленькие, чтобы они вообще не чувствовались. Ну, вот. А мне нравится вот именно, когда не просто вот основа идет, а когда камень взаимодействует с телом, тогда вот он работает. Потому что когда он просто как украшение, он забирает на себя внимание. То есть он как защитник работает. А когда вот ты его чувствуешь, касаешься его как помощника. Ну, вот как интересно. То есть такие, что были. Возьмешь в руки и маешь вещи. Да-да-да. Тяжеленький, тяжеленький. Приятненький, чтобы, да? Ну, это тоже. Но это еще не самые большие камни из коллекции. Татьяна, потому что там такие кирпичи есть. Да, на пол руки. Как бы я сейчас сделала. Ты сама это делаешь, да? Да, я сама это делаю. И ты, наверное, когда делаешь, в процессе вкладываешь все-таки туда. А ты можешь сделать кольцо по заказу, вот, допустим, на привлечение людей? Да. Ну, то есть специально уже, да? Тебе заказывают такие вещи? Такие тоже вещи были, да. И, честно говоря, просто, когда вот, даже вот Максиму я делала браслеты. Вот, я хотел сказать. Мне Татьяна сделала два шикарных браслета, заговоренных. И заговор касался чего? Достижения цели. Успехов в достижении цели. И недавно они у тебя появились. Да, да. Как это влияет. Да. И как это влияет, я скажу, что это влияет очень хорошо на меня. Во-первых, это красиво. Мне это нравится, вот. А во-вторых, да, вот я всегда думаю, да, вот у меня есть эти браслеты, они как напоминания о том, что, да, цель может быть достигнута. Главное ее поставить. Вот. Да. И когда вот убираешься, вот я, честно скажу, ходила, Максим мне не сказал, что хочу вот такой камень, да. И я ходила и вот смотрела вот некоторые камни. Сначала так взяла, а потом. Вот так я и прихожу в магазин. Беру какой-то такой нюх. И прикладываю. И смотрю сразу, пойдет, не пойдет, как кольцо. Вот. У меня народ не понимает иногда, что я этого творю. Вот. И да. Вот идешь на камень. Я уже знаю, что я здесь напишу. Ну, я думаю, что из этих всех камней можно сделать кольца, да. Татьяна бы сделала. И кольца можно и браслеты. И браслеты можно и браслеты. И браслеты можно и браслеты можно и браслеты. Вот как креативность. Давайте себя украшать камнями этими, да. Потому что это, во-первых, красиво. А во-вторых, это... А во-вторых, это что? Несешь свой камень. И считается, что все говорят, вот я выбрал камень. Нет. Это камень нас выбирает. Вот. И только что про Максима я сплатила по магазину. И вот, что он хочет, что он хочет. А потом увидела гематит. Вот это ему надо. А взяла там только какой-то. Сейчас, во, вот это тут нету. И вот видела кварц. И я поняла, что да, кварц я ему хочу сделать как раз. Вот. И когда вот сделал браслет, то есть, и я решила, да, вот их активизировать, именно чтобы это было для него и вот на позитив. Вот. Вот какие. Да. И оно там разное. То есть, кварц там двух или трех видов даже. Они все как прозрачные и более темненькие. Да, да. Здорово. И, кстати, они тебе очень подходят. Да. Но главное, мне кажется, начали осуществляться именно те вещи, которые мы долго говорили, они видали. И, знаете, тут как-то так оно приобретает все очень даже быстро, даже у меня на глазах, очертания то, что хочется сделать. Конечно. А у нас планов-то громадье. И, между прочим, мы... Стратегия у нас есть. Я точно. Стратегия есть. И есть масштабирование. Да. У меня важно. Главное. Потому что в песочнице нам уже тесно. Да. Точно. Танечка, так интересно. Что бы ты хотела вот сама от себя, людям? Вот какой посыл? Что ты ждешь от себя сначала? Вот скажи мне. Себя я жду позитива. Я очень люблю людей. Я очень люблю мир. И даже когда вот такое небо, как сегодня было, серое и все, мне не хватает вот солнца, то есть я понимаю, и я его мысленно себе рисую. Вот я вижу солнышко, я его вспоминаю. То есть когда мне тоже не хватает какой-то энергии, я поняла, что на меня очень хорошо работает вода. Я море вспоминаю. Мне об этом очень нравится, когда вот у нас проезжаешь, у нас город на море находится. Мне очень нравится. Да. В принципе, много чего можно вот что-то делать. Можно найти союзников. У нас очень много в голове как будто вот голос тебе какой-то, да, вот что-то там диктует. Вот. И когда ты, ну, понимаешь, кто это, что это, потому что какие мысли тоже позитивные, негативные, вот. Вот, когда ты, ну, находишь общий язык с этим товарищем, то, ну, честно скажу, мне очень нравится, потому что он мне очень часто тоже дает вот какие-то именно правильные направления вот эти, что не знаю, что идти туда и не ходи сюда. А вот когда у меня какой-то вопрос, что я не знаю, как себя повести, приходит решение. Это у каждого человека есть, у некоторых людей даже несколько. Это, это, это внутренний голос, да, это вот, когда ты прислушиваешься к своим ощущениям, да, а не слуховые галлюцинации. Нет, нет, нет. Просто у нас, да, у нас очень часто говорится, ой, голос голове, смотри в дурку. А сейчас вы оказываете, что это все другое. Вот у Жанны, да, у нее вроде в годе рождения одна только семерка, но у нее два ангела. Да ты что, у всех один, а у Жанны два? Ничего себе. Это, да. Вот я первый раз слышу про такое, чтобы два было ангела-хранителя. Почему? Расскажи, пожалуйста, об этом. Два максимума или больше бывает? Вообще, человек нарабатывает себе, да, вот, ну, как вот помощников вот этих всех, тотем на животных, вот это все тоже. А можно, если ты вот, он все время с тобой, а ты на него не реагируешь, его не замечаешь. Да, многие его как бы обижаются, они уходят. То есть такое тоже есть, конечно. Кстати, точно их два, я даже сделал, даже, мы сделали фотографию с ними недавно, на семинаре с двумя ангелами-хранителями. Я поняла. Вот. А что это за ангелы? Можешь рассказать немножко про ангелов Жанны? Ну, поименные я их не называла, конечно, так вот, но, а вообще ты чувствуешь их или нет? Ну, я никогда не задумывалась, но очень часто я понимаю, что из каких-то ситуаций. ты слышишь? А если вот ты слышишь какого-то голоса, с какой стороны слышишь? Справа или слева? Наверное, вот. Ты прямо видишь ангелов? Да. Я и Духов вижу на глазах. Сейчас видишь их? Ну, в принципе, да. Ну, в принципе, да. Сущности. Ну, сущности, это мы сами, есть сущности, которые к нам присланы, да, вот от других людей, там еще что-то. А очень много вот как раз вот эти ярмочки все, да, мы сами их придумываем, сами их себе решим. А, да-да-да. Мафлоки – это то, что нам прислали, и мы их таскаем за собой, да, как бы. А эти, да, это вот когда вот как раз идет неверие, что я никому не нужна, я некрасива. Вот это вот. Вот они этим кормятся. Они, в сущности, все кормятся как раз этими негативными мыслями, вот это все. Когда человек перестает негативно быть, то вот им становится скучно, то для них невкусно ее кормят ноги. Ну, тоже определенные чистки, конечно. То есть, если у человека этих много мыслей, нужно что делать? Целенаправленно эти мысли с частицами не на противоположные поменять, да? Я всем нужна. Вселенная не слышит чуть о тьме. И когда мы говорим, что хочу мужа, да, чтоб не пил, не курил, не пил. Все будет, все. Будет алкоголиком, курильщиком, насильником. То есть надо как раз говорить, что, допустим, я хочу, чтобы рядом был человек. И то есть все позитивные качества рисовать, а не то, что вот в этом плане. Так Татьяна нашла себе идеального мужа. Да. Цельный. Наверное. А ты сама занимаешься, усиливаясь в себя, энергией своей выравниваешь. Они тоже бывают. Все равно люди разные. Придут. Какое-то бывает. Очень часто. Пообщаешься, ты чувствуешь себя как лимон или еще как-то. Да. Даже у тебя. То есть, да? Есть этники безопасности, когда ты вот готовишься к приему. Вот. И после того, как человек ушел тоже вот. Обязательно и вот прокачка чакр делается. Вот. И продышать их можно. И все остальное. Есть вот даосские как раз в практике тоже звуковое вот это, ну, как лечение, да. То есть ты произносишь звук и он чистит и чакры, и воздействует на определенные органы. Вот это все. И я вот в прошлый раз говорила, что очень полезно слушать музыку, именно музыку Моцарта. Потому что наши определенные органы реагируют только вот там, допустим, один на трубу, другой на барабан, третий там на фортепиано, то есть вот такой. И они этим чистятся и, соответственно, они становятся сильнее. А у Моцарта есть все. Все инструменты. Ну и вообще. У Моцарта на его рутни вот в Австрии, да, в Вене. Там, наверное, все вообще идеально по энергетике, да? Ну, я не знаю. Там ничего подобного. Там, потому что все пронизано этой музыкой, она везде. Да. Но даже если ты ее включаешь, и она как фоном просто идет, то есть ты ее не слушаешь, она просто как фон вот у тебя идет дома. Она гармонизирует пространство дома. Про музыку Моцарта еще ее включали коровам. И они отдаились лучше гораздо. Кстати, у нас тоже на завуте, на нашем сибирском здоровье, есть зал, где травы собранные отдыхают под определенную музыку. Можно уточнить под какую. Под какую. Обязательно уточню. Да. Это так интересно, потому что они отдыхают, лежат именно под классическую музыку. И даже, по-моему, я не помню точно, если точно не знаю, не буду говорить, но я уточню музыку. Под Моцарта. Да. А доктор Кук рекомендовал слушать музыку Скрябина тоже в определенных целях. Скрябина. Да. Смотрите ролики. И еще хочется сказать, что такое моцартянское отношение к жизни, да, вот моцартянское, именно термин такой появился благодаря Моцарту. То есть это легкое, веселое, музыкальное, да, оно именно формируется благодаря слушанию музыки Моцарта. Кстати, Моцарт тоже. Вот. А вот я ни разу не слышал у тебя здесь Моцарта. Вот ты включаешь это радио. Вот это, да. То, что слышать невозможно. Я не подумалась. Сейчас я подожду. Не-не-не, не надо, не надо. Сядь и тягь. Ну подожди, ну куда ты убежала? Там же авторские права. Она потом... Нет, я не вычеркнула. Ага. Я только посмотрю. Вот такая Жанна у нас нетерпеливая. Вот сразу побежала. Это моя детья Рахманина, у меня крутого. Только в нашем шоу, только в нашем шоу ведущая может выйти из кадра спокойно. И вздумается. Да. И делать то, что ей вздумается. Так что, прекрасно. Вот. Мой ангел-хранитель второй меня позвал. Так ты нашла мне завтра? У меня дома. Дома? Да. Я принесу. Я надеюсь, ты сейчас не побежишь домой. Позвоним, мне привезут. Далековато будет. Да. Слушай, очень интересно. А вот интересно, как к тебе люди вот много приходят, они потом как-то благодарят. Или какая-то у тебя есть дальше от родной связи. Или какие-то есть такие постоянные. Даже не то, что это не клиенты, наверное, они становятся твоими друзьями. Потому что когда с человеком начинают, первый раз приходишь, узнал какой-то прогноз про себя, и если пошел контакт, это же такое, как близкие, ты про него все знаешь. Да, да, да. И у вас или завязываются какие-то дружеские отношения, ну или так, одноразовые. По-разному. Есть люди приходящие, уходящие, есть которые, да. Вот, честно говоря, очень люблю сарафанное радио, что, ну, как я всегда говорю, что вот когда я их шью, то есть такое, что люди приходят и даже не знают, откуда они приходят. Когда спрашиваешь, а кто вам про меня сказал? Потому что я либо вам так не делаю. Они ими называют. Или делаем мы. Так что. Да. Я не пойму, кто человек. Иногда встает на образе человека, иногда даже нет. Вот. Но смысл в том, что, я считаю, что человек, которому не понравилось то, что ты сделаешь, он тебе либо хайк будет, либо никого к тебе посылать точно не будет. А если люди к тебе идут, значит, человеку понравилось. То есть, значит, что ты думаешь. Да. Говорят, что сходи туда, то есть на. Так что у Татьяны можно поучиться, вот женщины могут поучиться у Татьяны уверенности в себе и умению отстаивать свои интересы. По мне очень многие мужчины приходят. Мужчины тоже приходят. Да. И он как раз вот гармонизацию в семье делал, что там, что на расставание. Договорились. Все. Волжение. Не расстались? Нет. Уже несколько лет жить вместе. Ухууууууууууууууууууууууу. Ну, там, конечно, да, там и психология, и где-то вот какая-то. То есть я вот так магию не пихаю. Вот я очень тихо с ней работаю. Многие даже вот сейчас вот у вас ролика смотрят, говорят, а мы не знаем, что ты это делаешь. Ну, то что да. Вот я вот, ну, наверное, много раз. А вот, а когда вот тоже девушка пришла, говорит, погадай мне. Я говорю, откуда ты знаешь, что я когда-то, что я десять лет почти живу в Таллине, и никому вообще не говорила. У меня навык когда-то знала про это. Говорит, да мне дошла информация. Вот откуда информация? Я не знаю. Так она и не сказала. Сарафанная радио, самая лучшая радио. Лучшая армянского. Ну, армянское своеобразное, тоже позитивное. Конечно. Конечно. А ты только делаешь приемы или ведешь какие-то курсы, может, передаешь свои знания или еще нет? Ну, да. Я вот хочу, я вот сначала думала, что я в марте начну, потом думаю, я в лету начну. Ну, слава богу, открыли страничку, хоть начало теперь нумерологическое пока выдавать. Вот. А так, я думаю, что с осени да, потому что очень много как бы знаний, то есть делиться надо. Да. Потому что даже вот то, что мы в прошлый раз про нумерологию говорили, в плане того, что там как раз вот и планетарное, да, там же каждая планета на нас влияет, у каждой планеты свой день, у каждой планеты свой цвет, свой камень, там еще как-то чего-то. и вот, как я говорила, что человек родился, вот в какой-то определенный период времени, да, вот вот ты родилась, у тебя Венера влияет, у тебя вроде, у тебя планета управитель рака, это Луна, вот, а у тебя другая, там, у кого-то другая меняется, то есть там тоже интересно. Я жадная на знания, то есть вот я вот как раз хочу вот поделиться с людьми, то есть я хочу людей, кто хочет научить, кто хочет, то есть решить его проблему как-то там вот еще. Ты жадная до знаний, да? Особенно таких вот эзотерических, оккультных. Ну, это у меня вообще, наверное, требуется. В страсти, да? В страсти. Да, да, да. Ну, да, лучше жить, вот слово страсть прозвучало, лучше жить в лакости, а не в неведении и не в страсти. Ну, вот, как бы это тоже такие вот вещи. У нас бывает очень часто полжизни, у нас вот какая-то, да, вот страсть вот нас накрыла, мы хотим это, а когда мы добиваемся то, что, ну, вот, хотели, смотри, мне это и не надо было, просто нужна была какая-то телегонка там или еще что-то. Ну, и поэтому, так сказать, очень хорошо вот цели свои понимают, нужны они реально тебе или не нужны. У нас много чего навязанных целей, да, придуманных как бы, как вот Эгрегора, да, вот тоже. Они на нас воздействуют, и мы иногда не понимаем, что это не наши мысли. Кажется, ну, я же это хочу. А то, что просто вот на тебя это повлияло, и ты потом понимаешь, что это не твоё всё было. Ну, и того, что тоже интересно. Кстати, у Жанны есть кольцо из твоей коллекции. Кольцо из твоей коллекции. Кольцо из твоей коллекции. Ну, ладно. Следующий раз. Ну, вон, вон, сюда не подходит. Оно, небольшое, желтое, поэтому… Да, да, да. Но очень интересно. И такого камня мы нигде не видели. Вот я пошла, когда мне Максим сказал, что, типа, о, и можно как бы делать такой, это главное еще найти такой камень. Потому что, когда я тогда увидела эти два больших, ну, это главное слово, наверное, большие, и не такие, как все. Потому что были такие серебристые, салатистые и еще как бы там бензинового цвета. Вот, и поэтому, смотрите, Татьяна все ищет не такое, как все, да, и быть индивидуальностью, быть индивидуальностью, быть не такими, как все, жить своей жизнью, да, не бояться быть собой, не бояться говорить то, что вы думаете, да, вот, жить в своем мире, формировать свой мир, вот, то, что Татьяна с успехом делает. И вот, ее мир защищен, да, твой мир защищен, ничто не может его разрушить, правильно? Ну, нападки есть с разных сторон. Нападки. Дело, что когда ты их чувствуешь, что, даже вот бывает, ты и в автобусе едешь, или вот ты идешь как бы, да, вот где-то, и вдруг вот, ну, прям вот, ну, чувствуется взгляд, там, или в спину, или в бок, или вот вперед. Даже когда вот, ну, вот, идешь вот по, ну, на улице никого нет, но кто-то с окна на тебя смотрит. Я, ну, не знаю, не чувствую, я на медаль не нахожу этого человека, то есть, ну, вот, чувствуется, значит, что-то вот он, может быть, он про себя там как-то что-то думал, там еще как-то, вот, ходит, да, они чувствуются очень здорово. И, конечно, когда все-таки ты ставишь защиту, даже самая лучшая защита, это вот утром, даже, говорят, кофе пьете, да, зажгли свечку, две минуты посмотрели на то, как горит свеча, вы себя на целый день энергию зарядили. Вот, то есть, вот такие маленькие тонкости как бы есть, да, в общем, мы, не получается у нас каждый день делать как бы гетообряды, вот, а если даже периодически то менять, то еще что-то, чувствуешь себя вот иногда плохо, да, и просто, вот, просто нужно посидеть спокойно, да, вот, а может быть, вспомнить какую-то ситуацию, где, а после чего мне стало плохо. Когда ты, да, когда ты доходишь, то есть, вот, причинно-следственные связи находишь, раскручиваешь в обратную сторону, и ты пришел вот к самому началу, да, наверное, вот надо было сделать так, так или так, то есть, ты уже понял. И самое главное, не винить себя, то есть, всегда хвалить себя, говорить, что ты боятельства, да, вот, и самый лучший, это вот день начинать, как вот у нас был фильм, да, самое обаятельное, привлекательное, то есть, вот, когда ты себе в зеркало говоришь, а зеркало, что вообще, на самом деле, повтор как бы, да, вот идет, то есть, ты себе даешь вот этот посыл, и если ты его получаешь, и идешь дальше, то у тебя... Это работа. И также, когда спать ложишься, то уже, вот, допустим, многие женщины, что, кому не везет, то есть, женщина может сказать, что меня мужчины видят, они меня принимают, то есть, вот с этими добрыми мыслями ты засыпаешь, тоже работает, люди тогда... Можно все, на самом деле можно все, и самоедством заниматься, и самокопанием, и самопечеванием, и страдать, если вам это так нравится, да, но все-таки у... Это невыгодно, вот. Это невыгодно, и все-таки, если вы хотите испытать весь спектр чувств и эмоций, да, и познать себя, раскрыть свой потенциал, то тогда необходимо поменять образ мыслей ваших, да, и настраиваться на другие волны, и резонировать уже с другими людьми, и так далее, и так далее. Ну, позитив пристягивает позитив, поэтому, что мы в мир посылаем, то нам... Что внутри, то есть снаружи, правильно? Да, 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 закон. Это закон 100% работает, это жизнь, это... Ну, как бы, ну, отражает все, поэтому очень... Такая большая рекомендация всем, думайте только позитивно, излучается только тепло, и будет вокруг тепло, и вы видите, как негативные люди какие-то, они просто постепенно вообще куда-то денутся, растворятся, их не будет, они уду, им некомфортно будет, правильно? Вы не будете их кормить больше этим, это точно. Спасибо огромное, что до себя так прямо идет... Хочется говорить, магия такая, хочется говорить, и говорить, и спрашивать, и действительно надо к тебе прийти на приемы, а по многих вещах более так углубленно это сделаем в ближайшее время. Потом, может, поделимся, может, оставим что-то в секретике, потому что не все нужно рассказывать, конечно. Это должно что-то оставаться свое. Спасибо огромное. Успехов тебе. Спасибо. И, конечно, неси добро людям, потому что людям очень много это нужно, они многие не уверены в себе, и от этого не реализовываются просто, не выполняют даже то, для чего пришли сюда. Поэтому даем силы, уверенности, и вот это спокойствие, вот это магическое спокойствие идет от Татьяны. Настолько я вот прямо в этом сейчас, в этой ауле, даже без нашего элем магния. Значит, Татьяна заменяет магния, бифидобактерии, иммунобоксы, а на самом деле, ведь, действительно, с помощью мыслей можно исцеляться. И в том числе от самых тяжелых заболеваний, а таких как рак, например. Так что мысли. Спасибо. И тебе просто удачи и везения в жизни. И тебе, по-моему, на самом месте, абсолютно просто свою миссию выполняешь на 100%. Спасибо. Ну, пока. До свидания.